Вместо свалки на тюнинг во Львове народный умелец дарит вторую жизнь старым велосипедам. Парень нашел единомышленников и теперь они вместе создают настоящие велошедевры. В их мастерской побывала и наш корреспондент Галина Якушко. Велосипеды на электромоторе, веломопеды и кастомный велотранспорт. Все эти чудеса техники делают вот в этом простом гараже, в одном из спальных районов Львова. Задняя ножка, ну, от мотоцикла, можно ее использовать до велосипеда. Что-то переробил, доварил и готово. Эти парни называют себя кастомайзерами. Это люди, которые переоборудуют старые велосипеды, мопеды, байки и прочий двухколесный транспорт. Руслану всего 22, он специализируется на велосипедах. Работу начинает с чертежей, детали подыскивает на барахолках, распродажах в интернете и даже средний металлолома. Беру рулевую колонку, ставлю сюда. Беру педальный вузел, перевариваю его там и, возможно, крепление заднего колеса. Так же и крепление сидушки, саму трубу, которая сжимает. А вот ради этого монстра парню пришлось научиться сварке. Над ним работает уже несколько лет. Говорит, байк разгоняется до 100 км в час, если ехать на бензине. Но можно и педали крутить. Это саморовно, это хорошая работа. Тут из купленных деталей мотор, педали, резина. Чтобы полностью переоборудовать велосипед, требуется несколько месяцев и тысячи гривен. Но покупатели уверяют, все затраты оправданы. Если этот велосипед не вышел, там пару тысяч гривен, сугубо рано, то заграничный аналог уже стоит 2-3 тысячи евро. Ну, это довольно дороговато. Такие необычные велосипеды разъезжают по всей Украине. Они уже есть в Ужгороде, Одессе и других городах. Так что, если у вас дома или в гараже завалялся старенький велосипед, не спешите его выбрасывать, ведь его можно превратить в настоящий эксклюзив. Галина Икушкин Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.